Друзья, так, что у нас пишет? Так, Вячеслав вошел в Мирополис, да? То есть, я комнату пустила, а меня та комната и не пускает. Ну, ладно, давайте заморачиваться уже не будем. Слышно, видно в перископе хорошо, поэтому запись сделаем. Вконтакте, я смотрю, тоже трансляция идет. В Фейсбуке на всех ресурсах это будет, по всем чатам потом Вячеслав разошлет. Так что, друзья, вся информация будет, ничего страшного не произойдет. То есть, технические сбои периодически у нас такого рода возникают. Как мы уже привыкли говорить, что наш младший брат интернет подводит. Но, друзья, ничего страшного в этом нет. На ход развития проекта. Так, я сейчас еще раз попробую перезапустить комнату. Но, может быть, связано. Вот. Ну, опять же, я просто параллельно сейчас все-таки пытаюсь запустить комнату. Но, друзья, ничего страшного в этом нет. Ну, давайте приношу свои извинения. Позавчера прилетел как раз с отдыха с семьей. И в самолете под кондиционером немножко простыл. Поэтому так чувствую себя, так сказать, это инфекция какая-то. Поэтому чуть подпростыше. Ничего страшного. Вроде как после отпуска. Но, друзья, немножко... Так, ну, давайте, друзья. 22 июня... Ой, 22 августа 2018 года. Среда, значит, у нас с вами по традиции идет технико-экономический вебинар Skyway. Вот. Который сегодня буду проводить я. Один. Без Алексея Суходуева. Потому что вы заметили, что после Экофеста мы с Алексеем все-таки прошлый вебинар проводил он. Я в это время был в таком полуотпуске, полукомандировке. Вот. Когда у нас все совмещается. И перед этим мы неделю тоже сделали при подготовке к Экофесту. О! Так, меня впустило в комнату. Я... Похоже, заработала... Сейчас посмотрим. Похоже, комната заработала. Да. Сейчас, 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 сейчас грузится. То есть, похоже, там был какой-то технический сбой. Вот. А сейчас... Еще... Нет, еще пока... Так... 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 Так, все. Я в комнату попал, друзья. Тогда давайте сейчас, буквально секундочку, я перестрою камеру. Вот так вот, чтобы запустить. И шла в перископе у нас трансляция. И параллельно мы сразу запустили в перископе. Так, единственная заставка. 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 Алексей сделал заставку на новый. Ждем его в перископе. Так, все обсуждают. Сейчас, Андрей, включаю тебе права для борьбы с хулиганами. Так, секундочку, друзья. Это у нас технические накладки, которые, кстати, не так часто, но, к сожалению, бывают. Андрей, если заставку сможешь сделать, или Алексей тебе перекинет, то заставку поставить на сегодняшний вебинар. Обычно Алексей это делает. У меня просто сейчас под рукой нету. Спасибо. Спасибо. ệt. Спасибо. Продолжение следует... Так, как видно, как слышно, Андрей, дай в комнате обратную связь. Всем добрый день, всем добрый... Так, отлично. Ну, все, друзья, все, видите, так сказать, все проблемы мы решили. Все-таки мы сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, слетел у меня. Сейчас, друзья. Все работает. Видите, все, запустили трансляцию, и у нас ночи не день. Так, Андрей, а ты откуда, если у вас сегодня? Видишь, пишешь. Ну, все, давай, Вячеслав, будем считать, что мы только-только включились. Так что давайте... Это была 17-минутная хоть и разминка, друзья, Америка. Давайте, друзья, еще раз специально для Вячеслава, который включил сейчас запись. Вот, соответственно, начинаем наш вебинар. 22 августа 2018 года, среда, 13.00 по московскому времени, уже 13.17. Значит, традиционный наш технико-экономический вебинар Skyway, который сейчас идет в промежутке между двумя значимыми событиями в проекте. Это между Экофестом, где мы с вами очень с многими виделись, общались, фотографировались, обменивались эмоциями. И, соответственно, перед инотрансом это Берлин, международная выставка инноваций в сфере транспорта, соответственно, где Skyway будет представлять концептуально, скажем так, новый подвижной состав, концепт, который изменит всю мировую транспортную систему. Ну, давайте, друзья, обо всем по порядку. Начнем мы все-таки с Экофеста, с анализа и со своей точки зрения. Вы же, друзья, понимаете, что у нас есть блок новостей, который идет от головной компании от Skyway, от RSV, от ЗАО «Струнные технологии». Вот мы эти новости также сегодня поговорим, и отношение к тому, что сейчас происходит, будет четко выстроено, показывано. У нас есть блок новостей, который идет Skyway Capital, то есть членами управления, которыми являюсь я и Алексей Суходоев, которые ведут технико-экономические вебинары. Соответственно, это то, что касается доведения информации от компаний. И вся эта информация дублируется на официальных сайтах, в личных кабинетах. И также еще есть блок информации, который ведем уже мы как спикеры, как просто активисты или люди, которые работают в системе краудинвестинговой Skyway. И, соответственно, это надо уже рассматривать как личное мнение участника проекта Skyway. Иногда, соответственно, как просто энтузиаста Skyway. И здесь, друзья, мы всегда комментируем и показываем о том, что и как к какому блоку новостей это относится. Поэтому здесь, друзья, мы уже привыкли, наверное, что после каждого вебинара выходит, как мы его называем, боевой листок Skyway, который Леонид раскладывает по тезисам. Мы его там несколько редактируем, дублируем, где идут ссылки на все материалы, которые упоминаются по ходу вебинара. Все ролики, которые необходимо просмотреть, которые есть, все ссылки на документы, которые есть. И, соответственно, это уже как документ, который очень удобен к работе, который мы потом переводим на порядка 11 языков, которые расходятся уже потом по всему миру. Именно как информационное поле и трактование, и описание того, что происходит в мире Skyway. Поэтому, друзья, ни в коем случае нельзя рассматривать мои заявления, мои комментарии как официальные позиции Skyway. Мы это постоянно повторяем, постоянно говорим. Поэтому, друзья, здесь нет, соответственно, никаких неразногласий. Нет и есть определенные вещи, которые я могу комментировать лично, как участник проекта многолетний, как энтузиаст, который продвигает и делает. Но всегда, друзья, и в этом плане вы много раз видели и наши иногда споры с инженером Юнинским, когда он меня либо поправляет, либо, соответственно, уточняет то, что я говорю, либо, наоборот, говорит, какие неточности есть в моих комментариях. Соответственно, друзья, мы все с вами в одном проекте. И, как уже показал Экофест, мы с вами делаем одно дело. Мы с вами продвигаем один проект, и мы с вами все зависим от того результата, который мы вместе делаем. Поэтому, друзья, я согласен. То есть, тут особенно перед Экофестом было ряд серьезных изменений. И сразу могу сказать, что после инотранса, то есть, начиная с октября 2018 года, произойдут очень серьезные изменения и в структуре информационной поля всего проекта Skyway, и в структуре работы... Ну, хорошо, давай, Андрей, какая-то будет заставка. И в структуре работы Skyway Capital, то есть, и лично в моей работе, и в позиционировании в проекте. Это все, друзья, тоже все произойдет после инотранса, то есть, после знакового события, который подведет определенную черту под тому, что мы с вами сделали, и задаст определенные цели и горизонты для дальнейшего движения. Итак, друзья, я вам говорю свои сейчас комментарии, я вам говорю свое отношение к Экофесту, потому что очень многие меня сейчас спрашивали, очень многие задают вопросы, кому что-то было непонятно. Поэтому, друзья, я комментирую свой взгляд и свое отношение к тому, что происходило на Экофесте. Ну, скажем, того, что более 35, сейчас точно уточняется, 35-37 стран-участников было со всего мира, со всех континентов. Сегодня все уточняется, предварительные цифры, это более 5 тысяч человек, которые посетили Экофест. Соответственно, это, как и в прошлом году, это очень серьезное мероприятие и для Беларуси, и для сферы инноваций, особенно в сфере транспорта. Поэтому, друзья, мы в этот раз выступили очень достойно и большая благодарность всем организаторам, всем ребятам, которые круглосуточно, особенно в последние недели работали. Поэтому, на мой взгляд, все прошло на очень высоком организационном уровне, на очень серьезном уровне с точки зрения подготовки и доведения той информации, которая была. Соответственно, по погоде, вы все видели, здесь никаких сомнений никогда не было, что там, где Skyway, там хорошая погода. Соответственно, почти месяц до этого шли дожди. На следующий день после Экофеста шел дождь. На Экофесту все видели, была отличная солнечная погода, было отличное настроение. Поэтому, друзья, это еще раз подтверждает то, что там, где мы с вами собираемся и там, где мы с вами делаем нужное, полезное дело, нас всегда поддерживает даже солнечная погода. Хотя у природы, говорят, нет плохой погоды, но все-таки в солнечный, яркий день получать эмоции по Skyway всегда приятнее. Поэтому еще один пункт поставим о том, что погода была отличная, настроение было отличное, мероприятие прошло, я бы сказал так, на очень твердую пятерку, а по некоторым позициям я бы поставил пятерку с плюсом. Начнем с очень значимых таких событий, что мы там увидели. Традиционно, конечно, друзья, это каша с тушенкой, перелога с тушенкой, соответственно, военный чай, военный городок, который отработали отличнейшим образом, очень вежливо и накормили всех желающих. Поэтому никаких претензий. Это, друзья, тоже становится традицией. К сожалению, бывший губернатор Ямала-Нецкого округа Бутов Володя на этот раз не приехал по разным причинам, о чем я очень сильно жалею. Уха в прошлом году была просто отменная из сибирской рыбы, которую он готовил. Это уже, скажем так, из недостатков, которые есть. Хотелось бы это тоже сделать традицией. Но, видите, в этом году не получилось. Поэтому, друзья, соответственно, организация перемещения по четырем декам Skyway, на которой проехали более двух тысяч человек, там сейчас тоже цифры уточняются. Это, друзья, тоже, чтобы вы понимали, не какая-то прихоть. Это не просто удовлетворение вашего любопытства. Это очень серьезный уже транспортный эксперимент. То есть о том, что по одной единице, которую возят небольшое количество людей одним рейсом, было проведено за одну рабочую смену более двух тысяч человек. Поэтому это, друзья, информация уже для масштабирования, что когда два, три, пять подвижных составов, можно, соответственно, выставлять и понимать уже статистику, как это будет работать и как логистика должна работать. Значит, сразу можно сказать, ни одного сбоя техники за весь день не произошло. Поэтому с технической точки зрения та задача, которая ставила перевезти 2100 билетов, которые были реализованы, а перевезено было больше. Соответственно, эта задача выполнена. Поэтому четко можно говорить, Skyway, как транспортная система, на экофесте 4 августа начал функционировать. И он перевез первые тысячи пассажиров. Соответственно, никто не может уже сказать, что Skyway это фейк, Skyway это не существует, Skyway это иллюзия. Друзья, это четкая, полноценная транспортная система, которая начала функционировать и на сертифицированном транспорте уже перевезла тысячи пассажиров. Точные цифры, друзья, будут в официальной статистике, но то, что это порядка 2500 первых пассажиров, это, друзья, абсолютно точно. Поэтому основной вывод и основной тезис, который можно сейчас четко утверждать и четко говорить, что Skyway как транспортная система состоялась, она существует и она начала свое вхождение в транспортную систему Земли. Соответственно, первые тысячи пассажиров перевезены и дальше будем наблюдать развитие. Поэтому мы, друзья, с вами те цели и задачи, которые ставили в 2014 году при запуске краудинвестинговой системы, то есть собрать сообщество людей, которые заинтересованы в запуске новой транспортной системы, друзья, эту задачу мы выполнили. И, соответственно, сегодня Skyway как элемент мирового транснета, как мирового транспортной системы сегодня существует. Это еще одна транспортная система, которая претендует на лидирующие позиции во многих секторах, именно транспортной сферы, она сегодня состоялась. и в дальнейшем мы с вами будем наблюдать только расширение, вхождение и, соответственно, завоевание все новых и новых позиций. Поэтому будем считать, что 4 августа это новое формирование мировой транспортной инфраструктуры, в которой появились струнные технологии инженера Юницкого, струнные дороги, и Skyway занял свое место. Соответственно, друзья, это очень такой важный момент, что многие до этого и сейчас продолжают утверждать, что эта система еще не существует или она находится в зачаточном состоянии. Это, друзья, неверно. То есть абсолютно точно можно сейчас утверждать, что система создана, что она функционирует, у нее есть заказчики, потому что по каждому направлению продемонстрированной транспортной системы сегодня отрабатывается уже запуск адресных проектов по каждому направлению. И дальше, друзья, начинается новый этап, поэтому Экофест подводит черту под транспортной венчурной составляющей, то есть вопросом существует технология или не существует и может ли она решать транспортные задачи нового уровня, новой соответственно техническом качестве или нет. Так вот, друзья, на эти вопросы сегодня конструкторское бюро во главе с генеральным конструктором инженером Юницким все ответы четко даны и поставлены на свое место. Поэтому, как мы уже говорили, и я вас с этим абсолютно сегодня уже официально поздравляю именно как участников проекта, в том, что мы с вами создали транспортную систему, которая вошла в мировой транспортный рынок, которая продемонстрировала, что она существует и может выполнять очень серьезные транспортные задачи, и сегодня началось уже движение по именно системе Транснет. Система Транснет это совокупность всех транспортных коммуникаций, которые сегодня есть. Естественно, что Транснет будет сначала занимать точечные адресные проекты, потом выполнять задачи, которые не в состоянии выполнить традиционные системы, потом выполнять задачи связки между определенными сегодня существующими транспортными системами, ну а дальше, как по мере развития и как мы видим дальнейшие перспективы, что Скайвей и Транснет именно на основе струнных технологий будет доминирующая система и начнет вытеснять уже традиционные системы транспорта. Это, друзья, произойдет не в один момент, так же, как железная дорога, не в один день вытеснила живой транспорт, так же, как автомобиль не в один день завоевал доминирующие позиции в сфере транспорта. Это, друзья, определенный период времени, но так как на сегодняшний момент все время очень сжато, то это считанные годы, когда Скайвей станет доминирующей транспортной системой. Поэтому, друзья, на сегодняшний момент, если говорить уже нашим венчурным финансовым языком, то есть с точки зрения финансовой составляющей, что сегодня приближается то время, когда Скайвей начнет приносить прибыль, а это значит, будут заказы и строительство адресных проектов, соответственно, начнется капитализация той интеллектуальной собственности, которой обеспечены наши с вами инвестиции, наши с вами обязательства, которые сегодня сопровождают или обеспечивают развитие проекта и обеспечивают участие каждого из нас в развитии Скайвей. Поэтому на сегодняшний момент уже четко понятно, что адресные проекты в этом году будут запускаться во многих регионах мира, о каких-то проектах мы вам говорим постоянно, и на Экофесте тоже очень важно, это и Володя Маслов говорил на своем вебинаре, и вы видели репортажи, и соответственно наши Скайвей-капиталы, именно Скайвей-капиталы фонда, о том, что мы с головной компанией Евгений Кудряшов и Анатолий Даршин подписали соглашение об инициации первого адресного проекта в швейцарском городе Сен-Бернардино, вот, соответственно, это, друзья, не то, что начинается строительство, это работа по проекту, это только начало большого пути, на котором надо отработать и, соответственно, всю экономику и техническую составляющую, юридическую и финансовую, и потом организационную с точки зрения строительства, потом эксплуатации, это первый сейчас проект, во всяком случае, который движется и на этом проекте, будут отработаны все составляющие для того, чтобы дальше тиражировать, двигать их по всему миру. Сегодня у нас в работе еще десятки и десятки проектов, сегодня уже нет, наверное, смысла перечислять все эти проекты, сегодня в данный момент Франтишек Солор с Владимиром Масловым вместе с большой делегацией из Аргентины в Экотехнопарке на производстве, обсуждается работа по адресным проектам в Аргентине, в Бразилии, в Боливии, в Перу, в Чили, во всем латиноамериканском. Мы с Франтишеком до этого еще где-то полгода назад летали в Уругвай, соответственно, в Монтавиделло обсуждали с правительством вопросы применения. это текущая работа и сегодня этим уже никого не удивишь, потому что востребованность системы, которая может на принципиально новом уровне и с точки зрения затрат, и с точки зрения эксплуатации, и с точки зрения надежности решать транспортные задачи, она очень востребована. И, соответственно, сегодня, когда технология Skyway переходит от процесса декларации к демонстрации, то интереснее будет все больше и больше увеличиваться, и, соответственно, адресные проекты, на наш взгляд, к концу года будут плодиться, если не каждый месяц, то уж раз в неделю это точно. Вот, соответственно, сейчас отрабатываются методики, отрабатываются все схемы, как это должно двигаться, потому что понимаете, что это непростая задача, серьезно расширяется сейчас штат уже и самого ЗАО «Струнные технологии», на Экофесте Юницкий уже озвучил такую цифру, что численность приближается уже к 750 тысячам, извините, к 750 человекам с точки зрения и проектировки, и уже работы с адресными проектами, вот, то есть это очень серьезная организация, которая, соответственно, и претендует, и имеет возможность осуществлять большую уже и проектную работу. Это направление будет дальше развиваться по мере того, как будут поступать заказы на те или иные трассы. Так что, друзья, по Швейцарии и с Бернардина, соответственно, работу мы вам рассказали, мы еще будем сопровождать и рассказывать об этом проекте очень много, потому что он у нас пилотный, он первый, очень хотелось бы, чтобы он дошел до стадии именно реализации начала реального строительства, но, друзья, сегодня, как понимаете, у любого первого проекта столько стоит на пути нерешенных проблем, что случится или не случится, сегодня не может сказать никто, и я хоть и отношу себя к школе футурологии, но я, к сожалению, не пророк и не Кассандра не могу сказать, дойдем реализации этого проекта или нет, пока все стороны, которые ведут этот проект, крайне в этом заинтересованы и все пока идет в очень-очень правильном русле и, соответственно, мы планируем, что до конца года уже будут и отработаны все экономические, юридические аспекты и до середины следующего года мы выйдем уже в поле и, как всегда, мы там с Алексеем, с правлением Skyway Capital будем вкапывать сами, своими руками вместе с руководством Кантона, с мэрией этого городка первые опоры и закладывать строительство новой спортивно-туристической инфраструктуры, которая должна изменить облик всей Швейцарии, а со временем, наверное, и всей Европы. Это 100%. Это то, что касается этого проекта. Теперь давайте, друзья, поэтапно я вам расскажу и дам свой комментарий, что мы с вами увидели на Экофесте, потому что не все обратили внимание и не все сделали акцент на том, что было сделано. Вы все видели целый блок там стоял дронов, то есть и небольшой дрон с размахом винта где-то чуть больше метра и соответственно дрон на основе К-26 вертолета это уже с размахом там около 11 метров с грузоподъемностью до полутора тонн. Немного написали и много было обсуждений на этот вопрос, особенно как всегда наших скептиков, которые не понимают, что происходит и из каждого пытаются видеть, вот взяли по-моему этот К-26 по-моему 82-го или 86-го года выпуска, то есть грубо говоря 40-летний вертолет и вот пытаются показать его как дрон, который есть. Ну, друзья, это говорится только от непонимания и здесь как раз надо понимать специфику, которую сейчас применил именно инженер Юницкий для создания технологии Skyway. Очень много мы с вами обсуждали и говорили, что основное сегодня преимущество строительства и как раз для горной Швейцарии это мы сейчас отрабатываем, это строительство в труднодоступных местах. Что такое труднодоступные места? Это когда вспомогательная дорога для того, чтобы строить Skyway трассы, струнные трассы в десятки раз дороже, чем сама трасса, которая будет стоить. которая будет потом эксплуатироваться. То есть для того, чтобы доставить комплектующие на хребты, где поставить анкерные опоры, чтобы организовать туда дорогу и подвезти, это намного дороже, чем будет стоить, чем сама дорога. И с этими целями отрабатывается сегодня технологический комплекс. И тот дрон, которого вы видели, почему он называется дроном, а не вертолет, соответственно, который эксплуатировался еще начиная с советских времен. Вертолет это машина, которую управляет пилот, и которая выполняет определенные задачи. Соответственно, с грузоподъемностью и с условиями эксплуатации, с учетом того, что в ней сидит человек, то есть безопасностью полета. В данном случае уровни электроники управления системой позволяют сделать этот летающий аппарат беспилотным. То есть это технический робот, который выполняет определенные задачи. С точки зрения технологии строительства, это летающий кран, задача которого взять комплектующую анкерную опору, отвезти ее на расстоянии 3, 5, 10 километров, где находится следующая анкерная опора, доставить ее на соответственно, доставить ее на место и смонтировать анкерную опору для того, чтобы потом, когда доставляется туда технологический трос, который натягивает трассу, уже делает трассу Skyway, который доставляет следующий комплектующий. Поэтому это, друзья, часть технологии. Это не задача сегодня летать и выполнять строительные работы по всему миру. Это часть технологической работы. И, соответственно, этот дрон будет выполнять задачу полететь на 3-5 километров, привезти часть опоры, вернуться, взять следующую и, соответственно, эту работу в горах он может выполнять круглогодично, круглосуточно, потому что вне зависимости человек не может летать в темное время суток. Управляемый электроникой и обладая всеми средствами навигации и ночного видения, которые необходимы для управления, этот дрон может работать в любых погодных условиях, за исключением порывов метра, порывов ветра более 100 метров в секунду. Тогда, соответственно, этот вертолет может сдувать или он может на это реагировать. Во всех остальных, причем при даже очень серьезных порывах ветра, этот дрон может соответственно функционировать. Поэтому это надо рассматривать только как часть технологии строительства. Именно технологии строительства с точки зрения удешевления, то есть, чтобы не строить промежуточные дороги, а сразу доставлять комплектующие там, где должны стоять анкерные опоры и промежуточные опоры. И, соответственно, потом со временем это и элемент эксплуатации и, если необходимо, ремонт. Поэтому здесь, друзья, при наложении тех вопросов, которые сегодня стоят перед технологией Skyway, Юницкий выбрал оптимальное решение. То есть, он не стал создавать и не стал сегодня связываться с вот этими квадрокоптерами, которые работают на аккумуляторах и не могут поднять больше сегодня 300 килограмм и находиться в воздухе больше 40 минут. С точки зрения практического строительства это, друзья, не в чем. С точки зрения безопасности, но я могу сказать, что если на Экофесте, приоткрою вам сейчас такой секрет, что дроны, которые летали и снимали, так вот, таким дрон попал в чрезвычайную ситуацию, у него остановились двигатели и он упал в полуметре от Алексея Суходоева. Он все-таки весит, я не знаю, килограмм, килограмм, три тонн, точно, наверное, весит. Вот. И с высоты почти 6 метров упал в полуметре от него. Поэтому, если такие инциденты происходят уже при показательных вещах, то, соответственно, когда этих дронов будут летать десятки, сотни, тысячи, то это весьма, весьма, я вам могу сказать, уже опасная вещь. Поэтому, с точки зрения эксплуатации, они должны летать только по выделенному коридору, что является строительством струнных трасс. они должны выполнять только ограниченный набор функций, то есть он не может куда-то улететь и что-то увести несанкционирование строительством и, соответственно, должен быть максимально безопасным. Поэтому, с этой точки зрения, выбор двухосного вертолета, соответственно, точнее, двухосного летательного аппарата на базе К-26 это оптимальное решение. Это десятилетиями проверенное решение. Это очень надежная машина. Это очень надежные две турбины и автомат перекоса. И сегодня это получается идеальный дрон, который сегодня нужен Skyway для той работы, которую он сегодня выполняет. Поэтому здесь, друзья, еще раз говорю, что как только из него уходит человек, этот дрон становится максимально функциональным для Skyway. Поэтому мне очень понравилось это решение. И Юницкий когда сказал, что мы очень быстро вышли. А сегодня идет уже оптимизация. этого дрона. То есть сегодня идет замена практически всех элементов. То есть лопасти меняются на углепластик между традиционным. В бюро алюминия там, соответственно, меняются турбины, которые... Ну, дальше, как вы понимаете, совершенство не может быть предела. Поэтому дальше он будет весь делаться из новых легких композиционных материалов с новыми системами. И поэтому, естественно, что сам аппарат очень быстро будет модернизироваться и ничего общего со своим, скажем так, прототипом или прадедушкой на следующий год, на следующий кафес он уже иметь не будет. Так же, как сегодняшние юнибусы, абсолютно не похожи на ЗИЛ-131, на Ю-4, помните, на дедушку Скайвея, который начинал в озерах именно славный путь Скайвея. Сегодняшние юнибусы, юнибайки, юникары, юнилеты, то, что вы сегодня видели, это, конечно, радикальным образом отличается. Вот. Это вот то, что касается, друзья, то, что вы, может быть, не обратили внимания или не совсем правильно поняли. Поэтому сегодня, особенно в аспекте проектов, которые готовятся в вечной мерзлоте, в скалах, в горах и в пустынях, этот летающий дрон, соответственно, который, прототип которого является вертолет К-26, десятилетиями проверенная машина, то есть это как раз оптимальное решение и на сегодняшний момент это вопрос, который уже сегодня эксплуатируется. Теперь еще один момент, на который вы тоже, скорее всего, не обратили внимание. Вы видели, летал небольшой вертолет, также схема несущий винт и компенсирующий винт, то есть схема, которую предложил в свое время Игорь Сикорский, вот тоже не квадрокоптер. Соответственно, многие задали вопрос, а что делает здесь этот вертолет или что в нем такого неотличного, зачем он нужен в Skyway? Но это как раз, друзья, тоже от недостатка информации вы не до конца понимаете схему, как делается проект. Этот дрон, это часть технологического процесса, это все, что осуществляет топографическую съемку и все, что оцифровывает для того, чтобы в автоматизированном режиме проектировать, а потом изготавливать и строить промежуточные анкерные опоры с мутрасой, должно быть четкое сканирование местности. Четкое сканирование местности может производиться с высоты только не более 100 метров. То есть, со спутника нельзя сегодня с точностью до 10 сантиметров, а в некоторых случаях надо точность до 1 сантиметра для того, чтобы монтировать анкерные опоры, отсканировать сегодня и оцифровать для того, чтобы дальше автоматизированно проектировать местность. Так вот, этот вертолет, друзья, который вы видели, это летающий сканер, задача которого оцифровать 10 километров, которые сегодня находятся, следующий опор, дальше это все передается в единый центр, проектируется. Поэтому то, что вы видели на экофесте, вы видели все элементы того, что будет построено в горах Сен-Бернардино. То есть, вы видели сегодня и легкий подвижной состав, который сегодня будет передвигаться по тросу в палец толщиной. То есть, тут проще уже сделать ничего невозможного и дешевле. вы видели двухместные, четырехместные, шестиместные юнибусы, юнибайки, юникары, которые будут передвигаться по этой трассе. Вы видели различные виды опор, которые сегодня есть. Вы видели летающий кран, который делает и, соответственно, еще один элемент это сканер, который, соответственно, оцифровывает всю местность, который делает абсолютно электронную модель того, как строится и где строится трасса. Соответственно, все элементы, которые необходимы для строительства, они сегодня продемонстрированы. Это с технической точки зрения. И в этом плане как раз конструкторское бюро подвело к тому, что и мы с вами на конференции, которая была на следующий день после ЭКО-феста 5 августа, мы как раз об этом говорили, что сегодня с технической точки зрения готово все, чтобы запускать новую отрасль, для того, чтобы запускать новые адресные проекты, именно связанные с горным туризмом. это... Соответственно, так, друзья, извиняюсь. Так. Так, секундочку. У меня что-то... Так, ну пока идет, у меня может... Может отключиться компьютер, почему-то... Ладно, друзья, значит, давайте у нас что-то с технической точки зрения сегодня это... У меня компьютер зарядку не показывает по какой-то причине, поэтому может отключиться. Так что тоже надо быть к этому готовым. Но не так страшно. Мы большую часть вебинара уже прошли. Если что, добавим потом из... Соответственно, из... так... Так, все, друзья, поэтому с точки зрения развития проекта мы с вами рассмотрели все возможности и все варианты, которые есть. И поэтому с технологической точки зрения, это вот на чем мы закончили конференцию, сегодня конструкторское бюро и инженер Юницкий подготовил все. Дальше мы сегодня отрабатываем юридическую составляющую, мы отрабатываем финансовую составляющую с запуском криптоплатформы для того, чтобы привлекать новых рынков инвестиций и привлекать инвесторов со всего мира. И, соответственно, сегодня мы должны все это упаковать, сделать в один проект и как раз отрабатываем вот эту схему сейчас по запуску первого проекта. Поэтому все элементы инженерные, технические, проектные, производственные сегодня для этого существуют. У нас есть эта возможность благодаря той работе, которую мы все с вами проделали и Юницкий ее сегодня предоставил. Дальше, друзья, начинается новый этап и этот этап мы с вами также будем очень подробно проговаривать, делать, смотреть и, соответственно, видеть, как это будет дальше развиваться. Значит, ну, комментировать юнибусы, юнибайки, юникары, на которых сегодня и 48-местный берельсовый, и 6-местный юникар, который является секцией 18-местного юникара, и легкий двухместный юнибайк, как он там юнибут, то есть юниветер, такой, так сказать, вы все это видели, и, соответственно, здесь многие из вас даже на нем проехали, поэтому это новый уровень и новая система транспортной транспортировки пассажиров, которая находится над землей, это то, что мы называем мобильностью 4.0, то есть роботы, и абсолютная безопасность, и это то, что сегодня является конкуренцией и конкурентной средой, и именно конкурентным преимуществом с точки зрения вхождения на рынок транспортных услуг, поэтому здесь, друзья, этот этап начался, и еще, на чем я хотел бы обратить внимание, это грузовые системы, которые, к сожалению, у них не так много было людей, которые смотрели, вот ролики, которые прошли сейчас, уже после Экофеста, они показали и работу системы, которая позволяет транспортировать до 200 миллионов тонн цепучих грузов, это так называемая струнная конвейерная система, и, соответственно, Юникар, который производительностью там до 20 миллионов тонн, также это все и продемонстрировано, и работает, и существует, это, друзья, все те направления, в которые сегодня входят Skyway, и то, что сегодня, так, сейчас меня хорошо слышно, так, так, все, все, так, так, отлично, да, давайте, я говорю, что-то у меня сегодня совсем с техникой еще, я говорю, что-то не стало, не всего, и компьютер захондрил, вот, поэтому, друзья, давайте, время у нас еще есть, значит, соответственно, по всем направлениям, которые говорили, что они сегодня модернизируются, они сегодня видоизменяются, они сегодня совершенствуются, потому что те подвижные составы, которые мы видели, и которые показывались, увидели на экофесте, это новый этап, как сказал Юницкий в своем докладе, к сожалению, легкую систему по независимым от КБ причинам, и так за 4 месяца это короткий срок, достроить не успели, но все элементы мы ее увидели, и промежуточные опоры, и сам подвижной состав, и путевую структуру, и, как я уже сказал, дронов, различные модификации для выполнения различных задач, соответственно, это все сегодня уже есть, и мы это сегодня уже закладываем в реализацию конкретного адресного проекта. Теперь, друзья, два слова о том мероприятии, который нас ждет 18-го, 19-го, 20-го сентября, это инотранс, это следующее событие, которое будет подводить черту уже вот этому и экофесту, и потом инотрансу, то есть это два взаимосвязанных мероприятия, соответственно, это то, где будет продемонстрирован новый подвижной состав, это уже, ну, там, Юнибус нового поколения, мы его так между собой называем ЮниЛед, то есть это уже альтернатива самолету, то есть скорость 500-600 км в час, это шестиместный рельсовый автомобиль, или, скажем так, рельсовый движущийся аппарат, который в состоянии развивать скорость до 500-600 км в час, 500-600 км в час с расходом топлива до, ну, как сегодня расчеты показывают, где-то около 8 литров на 100 км на одного пассажира. Соответственно, там 2-8, то есть по различным сегодня расчетам, которые есть. Да что ж, все, компьютер. Так, все, друзья, компьютер отключился. Поэтому продолжать будем продолжать будем в перископе. Приношу извинения за то, что в обычном автомобиле не 8, а 1, 2 литра на пассажира. Да, здесь правильно, но это не учитывается скорость. То есть, когда говорят 1, 2 литра, то имеется в виду скорости 100 км в час. А здесь идет речь о 500-600 км в час. Ну, давайте для простоты 500 км в час. Соответственно, сегодня железная дорога дает не менее не менее где-то 10-12, самолет 8-10 самые такие экономические. Поэтому приходится сравнивать именно с высокими скоростями. Нет смысла сравнивать систему, которая дает 100 км и система, которая дает 500 км в час. Это принципиально разные вещи. А со временем, когда выйдет уже именно эксплуатацию и на то, что сегодня декларируются цифры уже меньше 1 литра. Да, Ольга меня выкинула из комнаты и в комнате больше пока я вещать на сегодня не смогу, уже потом будет общая запись. Поэтому здесь прошу меня извинить. Вот. Поэтому давайте тогда по Инотрансу. Инотранс это серьезная инновационная выставка, где представлено будет более 4000 компаний, работающих в сфере инновации в сфере транспорта и будет показан уже с точки зрения Skyway новый концепт, который уже в этом году встанет на ходовые испытания низкоскоростные, потому что эстакада для этого готова на следующий год, под него будет строиться уже 25 километров скоростной трассы и в течение следующего 19-го года и 19-го 20-го года он уже выйдет на скорости декларировано 500-600 километров в час, соответственно это следующий этап, следующая веха, которая стоит перед Skyway. Соответственно это очень серьезное мероприятие с точки зрения построения 25-ти километров трасс и с точки зрения инвестиций, потому что это довольно-таки дорогостоящие уже мероприятия и с точки зрения перспектив рынка, это тоже очень-очень большое направление, которое сегодня крайне востребовано. Реактивные самолеты дают около двух литров на пассажира, так что они экономичны. я не знаю откуда вы берете эти цифры, это абсолютно неправда, самый экономичный самолет сегодня Airbus 380, который дает, он тратит 8,5-9 литров на 100 километров на пассажира, поэтому не надо здесь. Сегодня стоит задача у турбинно- электрических самолетов, которые проектируют сейчас Boeing совместно с Bosch и Siemens это выйти хотя бы на 3-5 литров на 100 километров на одного пассажира. Но эти самолеты пока только в концепте. Сегодня то, что в расчетах стоит, и это будет продемонстрировано уже на действующих трассах, это сначала 2 литра, потом 1-2, потом меньше 1 литра. Но это все, друзья, в перспективе. С учетом того, что работает на возобновляемых источниках, то энергетика переходит вообще в другую плоскость, в другую сферу потребления. По крипто разрабатываем совместно с арабами. Но здесь я прокомментировать сейчас пока ничего не могу. Я знаю, что мы передали, и этим дальше занимается совместная группа конструкторского бюро и наших арабских партнеров, поэтому соответственно Airbus 320 19 грамм топлива пассажирам на километр. 19 грамм умножайте на 100 километров получается смотрите вот или 1,9 литров 1,9 давайте разберемся в этих цифрах. Я тоже так сказать это на мой взгляд не не совсем точная информация. Давайте уточним по Airbus и по тому сколько топлива идет на одного пассажира. И я уточню, и вы уточните к следующему вебинару точно будем этими цифрами оперировать. Так откройте официальные справки пожалуйста. Хорошо откроем договорились не сейчас этот вопрос. Соответственно со скоростным направлением и то что сегодня делается и то что сегодня развивается это как мы уже говорили Skyway выходит в ту плоскость когда он решает те задачи которые стоят сегодня перед сегодняшним транспортом соответственно не имея тех недостатков которые есть и мы называем соответственно мы называем сегодня Skyway идеальным транспортом и в этом плане действительно есть что показать и есть с чем сравнивать и самое главное друзья от вопроса декларации шаг за шагом Skyway переходит к тому что он демонстрирует те возможности которые у него сегодня есть которые закладываются интеллектуальной собственности которые закладываются в основе нового сегмента мирового транспорта соответственно дальше по мере того как это будет становиться все очевиднее после того как это все будет демонстрироваться и в сравнении будут продемонстрированы и показаны основные конкурентные преимущества это начнет развиваться и это друзья абсолютно ну такой естественный процесс так же как то что автомобиль вытеснил все остальные виды транспорт начинает у живого и стал приоритетным даже по отношению к железнодорожным почему потому что это друзья просто удобно точно так же как мобильные телефоны почему сегодня им пользуется большинство а не предпочитают все-таки проводные телефоны автоматы которые стоят на улице потому что это удобно та услуга которая сегодня дается новыми средствами связи новыми средствами коммуникации она дает новое качество жизни новое качество соответственно связь. И в этом плане побеждает тот, кто дает самую хорошую услугу по самой низкой цене. И в дальнейшем, когда говорят, почему вы уверены, что Skyway будет развиваться, и он соответственно будет выигрывать все остальные. Потому что это самый дешевый, самый экологичный, самый практичный вид транспорта по отношению ко всем остальным. Насколько это будет входить, и как это будет дальше демонстрироваться, друзья, это вхождение рынок, это уже бизнес. И мы с вами это будем видеть. Венчур в том и заключается его развитие, и отвечает на все вопросы с течением времени. Венчурное финансирование это финансирование во времени. То, что вы вкладываете, то, что вам кажется перспективным, и дальше это либо выигрывает, дает положительные результаты, либо если вы неправильно оценили или не выбрали то, правильно то направление. Соответственно, это дает отрицательные результаты с точки зрения бизнеса. Вот. Поэтому наш проект на сегодняшний момент ни в коем мере не перестает быть венчурным, несмотря на то, что продемонстрированы все технические особенности, и не все, друзья, скажем так, основные технические аспекты и технология продемонстрирована, что она существует, но венчурность от этого не ушла, потому что сегодня начинается новая стадия. Стадия связана с вхождением на рынок, с общением и с работой с конкурентами, зачастую с недобросовестными конкурентами, те, которые сегодня заинтересованы в том, чтобы стабилизировать и не пускать новые технологии в сфере транспорта. Это тоже, друзья, та действительность, которая нас, скажем так, постоянно сопровождает, и с чем мы всегда постоянно сталкиваемся, это как раз те моменты, которые сейчас выходят на первый план. Никуда не делись политические риски, политические риски, связанные с работой в постсоветском пространстве, то есть Беларусь, Россия, санкции, которые сегодня идут против российских компаний, все, кто связан с российскими технологиями, а юницкий он гражданин и России, и Беларуси. Не уходят политические риски, связанные с Беларусью. Это очень непростая страна, с очень непростой системой управления своей, очень специфичной, поэтому с учетом непонимания или, скажем так, определенного противодействия с Министерством транспорта, с еще рядом властных структур Беларуси. Поэтому тоже идет очень, скажем так, высокий риск и противостояния, и непонимания с точки зрения развития проекта. Конкуренция, когда определенные компании уже видят, что при развитии или проведении тех или иных переговоров в том или ином регионе мира заказчики начинают уже реально рассматривать Skyway как альтернативу многим уже традиционным сегодня и компаниям, и позиторщикам, и технологиям. Поэтому, друзья, это все то, что сегодня вышло на новый уровень, это то, что сегодня сопровождает наш проект. Это ни в коем мере не является новостью, то есть мы к этому готовились, мы это понимали, и, соответственно, все эти проблемы решаются на новом уровне, и, как мы вначале говорили, помните, много раз произносил слова своей бабушке, очень мудрой женщине, которая говорила, что дай бог нам дожить до этих проблем. То есть раз мы дожили соответственно до проблем, когда начинается конкуренция с ведущими технологиями, когда реально компании начинают уже рассматривать нас как конкурентов, значит, подошло время, когда технология уже действительно развивается, когда технология действительно продемонстрировала в определенных вещах свои преимущества, и это значит действительно то, что сегодня является абсолютной реальностью. И новый этап, который начнется после инотранса, то есть я говорил, что с октября будет принципиально новый вообще подход и развитие и в финансовой системе, и в юридической тут соответственно и в юридической плане построения и отработка все это будет очень серьезные изменения, и как показала практика всех предыдущих лет развития проекта, все идет на то, чтобы максимально защитить инвесторов, максимально защитить партнеров, максимально юридически защитить интеллектуальную собственность и максимально дать возможности для развития бизнеса и соответственно капитализации той интеллектуальной собственности, которая стоит сегодня за теми активами, за теми пакетами, которые мы с вами формируем именно на самом рисковом венчурном этапе развития проекта. Поэтому бояться здесь друзья нечего, я думаю, что все обещания, которые вам даны, все ожидания, которые сегодня созданы, связанные с развитием проекта, с капитализацией интеллектуальной собственности, они будут все реализованы, они все будут в свое время. Тут очень много задают вопрос по выкупу акций, очень много ответов было и сам Юницкий на это отвечал, на Экофесте и комментировали все спикеры, которые говорят, и здесь друзья, нам надо просто понимать очень важный момент, что обратный выкуп может быть только тогда, когда у генерального конструктора, у автора проекта и соответственно инженера Юницкого будут средства для того, чтобы выкупить с точки зрения прибыли, то есть когда проект начнет приносить прибыль, то есть выкупать можно только с прибыли, и все дивиденды, вся прибыль будет формироваться только с прибыль проектов, только с того, что будет строиться и заказываться. Нельзя сегодня организовать систему, когда у одних берутся инвестиции и другим отдаются как прибыль. Это, друзья, пирамида. И слава богу, что Skyway и Юницкий как автор проекта за вот эти пять лет соответственно не пошел по этому пути, хотя соблазнов и желающих сбить на этот путь было очень много, поэтому везде и всегда декларировалось, что и обратный выкуп, и выплата дивидендов начнется только тогда, когда начнется прибыль от реально действующих проектов. Сегодня это все уже очевидно, сегодня мы с вами стоим на пороге запуска первых проектов, мы над этим активнейшим образом работаем, и буквально в первых числах сентября целая команда правления Skyway Capital летит во Вьетнам по работе опять и с нашими партнерами с точки зрения краудинвестинговой системы, и с проведением переговоров по адресным проектам, и по строению уже именно системе заказов на и высокоскоростные, и высокопроизводительные технологические трассы, и туристические, и так далее, это целое направление, как я уже говорил, сегодня работа идет с латиноамериканской делегацией Франтишек Солор, и Владимир Маслов работают на Экотехнопарке, поэтому, друзья, эта работа не останавливалась ни на час, если вы смотрите новости, то вы видите и команда с ВИГа, там тоже ребята настолько активные, что я по Фейсбуку смотрю, откуда только не приходят репортажи практически по несколько раз в неделю по проведению переговоров, о посещении Экотехнопарка, о запуску адресных проектов, поэтому, друзья, здесь я могу сказать, что звук пропал, звук пропал, да, 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 так, звук пропал, так, Андрей, Андрей, слышно сейчас, нет, это то, слышно меня нет сейчас так похоже настолько в контакте пропал звук так ну ладно давайте сейчас тогда остановим так так сейчас есть звук кто сейчас так сказать это в перископе звук есть окей все ну давайте вот уже уже завершать но эти у нас сегодня с технической точки зрения уж по моему там все проблемы которые могли только быть они сегодня были и в комнату не пускали все потом у меня компьютер выбило он у меня с теперь еще и в перископе звук пропал так что друзья с точки зрения проблем когда хотят нам помешать по моему сегодня было все но будем надеяться точнее я абсолютно уверен что это обычные технические сбой я далек от мысли что нам кто-то мешает что против нас кто-то работает это друзья абсолютно такие технические моменты и за опыт работы то есть уже почти за пять лет ведения вебинаров конференции относимся к этому абсолютно спокойно вся информация которая надо доходит все кто надо понимают ее так как надо с положительной точки зрения те кто ищет в этой информации изъяны и пытаются из этого сделать проблем для проекта не всегда в нее и находят поэтому друзья относимся к этому абсолютно спокойно с пониманием я бы даже сказал с некоторой точки юмора вот поэтому все 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 друзья хорошо и и в завершение я два вопроса хотя хотел осветить еще один вопрос очень важный я бы опять же в нашем боевом листке все эти тезисы будут будут проходить и мы как раз с леонидом очень как кстати леонид давай тогда сейчас чтобы этот вопрос весь снять ссылки на то что были сегодня ссылки по аэрбасу сколько аэрбас тратит на одного пассажира в соответственно пересчете и те расчеты которые юницкий дает сейчас на на юнилит который будет продемонстрирован в берлине мы соответственно в боевом листке уже все эти цифры сейчас дадим соответственно будем этот материал использовать как рабочий поэтому большое спасибо кто этот вопрос сейчас поднял потому что ну чтобы вы понимали друзья я на этот предмет вебинары и лекции веду уже там не один десяток лет поэтому очень многие цифры они уже просто сидят шампами как которые сегодня есть и сегодня если их не обновлять и не это самое то они либо могут уйти неточность либо несколько стереть поэтому я вполне допускаю определенные вещь неточности и сейчас с учетом что у нас всегда под рукой наш друг гугл когда одним голосом или там одним нажатием кнопки можно получить любой ответ поэтому всегда поэтому друзья на все неточности если сейчас какие-то были к следующему вебинару мы все исправим и соответственно все сделаем но то что здесь вот деятель писал что у аэрбаса 1.9 литра на 100 километров это абсолютно этого просто не может быть потому что та цифра последняя которую я обсуждал с самими работниками и специалистами аэрбаса это было 8 литров на 100 километров и они ниже пока этой цифры уйти не не могли вот соответственно откуда идет даже там 1.9 то это сейчас сейчас надо посмотреть и просто разобраться откуда и что подразумевается под этой цифрой вот это то что касается это вопрос вот поэтому друзья давайте по боевому листку и по соответственно все все будет разложено все ссылки на все материалы которые которые если они будут они соответственно будут прикреплены и еще один очень важный момент на котором очень надо четко сегодня сказать это hyperview то есть то что на этой неделе анонсировала конструкторское бюро и юницкий показал как еще одну перспективу направления струнных технологий skyway это уже вакуумная труба то есть там где скорости выходят выше 600 километров в час а в данном случае речь идет о 1250 километров в час соответственно это туннельный транспорт соответственно эти туннели могут уйти и под землей и над землей в виде труб и под водой в виде с нулевой плавучестью целый репортаж на технической есть это очень серьезная проработка и сегодня юницкий еще 40 лет назад начинал с фар вакуумной трубы потом он ушел именно в атмосферный транспорт где струны идут над землей эстакадой но в атмосферную соответственно окружение сегодня с технической точки зрения он как инженер показывает что при необходимости скорости достижения скорости выше тысячи километров в час то соответственно у струнных технологий у skyway такая возможность есть и следующий этап развития это уже фар вакуумная труба но это без магнитной левитации как у илона маска это без подземных туннелей а это идет уже в легкой стаканной трубе и соответственно на сегодняшний момент это еще одна комбинация транспорта где может быть пять в одном соответственно фар вакуумная труба которая является частью стакана сверху берельсы по которой может идти высокоскоростной транспорт со скоростью 500 километров в час под ним соответственно может идти уже в подвесном варианте пассажирский грузовой транспорт и все это в едином комплексе соответственно с очень дешевой так вы уже говорили про обратный выкуп да я про обратный выкуп только что очень подробно все объяснил так что посмотрите запись которая была только что до этого вам надо подлечиться да я вам говорил что прилетел когда обратно с болгарии соответственно под кондиционером самолете вот простыл еще инфекции поэтому так сказать вот уже третий день как приболел но к следующему вебинару обещаю справиться и буду здоровый как сам потому что сейчас нам надо только работать и соответственно планов работы огромное количество поэтому друзья это как следующий горизонт как планирование о том что на на этом и на трансе 2018 года изюминкой будет рельсовый автомобиль который заточен под скорость 500 600 километров в час это новый концепт движения то есть это новая презентация уже высокоскоростного skyway на следующем на трансе мы с вами друзья уже увидим прототипы именно 1250 километров в час и все это будет уже идти в единой логике в единой эстакаде в единой системе с едиными стандартами соответственно это также следующий этап который будет мне уже задают вопрос а что будет на и на трансе 2022 года но здесь друзья я наверно забегать вперед и говорить не могу хотя определенные вещи у меня на этот предмет есть но давайте это все-таки прерогатива инженера юницкого и соответственно я думаю что ближе к и на трансу двадцатого года когда нас начнет проявляться прототип уже гиперскоростной hyper u как он сегодня будет называться мы соответственно с вами будем понимать а что же будет на следующем на трансе но как показывает уже опыт и 16 года и 18 года и подготовки уже двадцатому году я думаю что в двадцать втором году будет что показать и соответственно будет о чем поговорить и что-то мне подсказывает как говорит наш друг алексей суходоев что это будет не менее интересно и не менее грандиозно чем весь skyway весь транснет вместе взяты вот поэтому друзья проект skyway и струнные технологии это всерьез это надолго и это будет развиваться и развиваться дальше поэтому друзья по основным своим ощущениям по экофесту который прошел это черта это отчет это констатация того что skyway состоялся что skyway вошел на мировой рынок именно как полноправный член транспортной семьи и дальше начинается его движение начинается в расширение и со временем он должен превратиться в мирового лидера транспорта соответственно который будет заниматься новые новые ниши по инотрансу это нас ожидает сегодня новая демонстрация высокоскоростного рельсового подвижного состава со скоростями 500 километров в час это новая веха для рельсового движения никто не может продемонстрировать и показать сегодня такие скорости такие перспективы соответственно это новый горизонт который берет skyway и новые рынки в которые он сегодня входит поэтому друзья с точки зрения венчурности с точки зрения краудинвестинга мы с вами сделали практически невозможное то что 4-5 лет назад никто не уверял это сегодня уже состоявшийся факт сегодня скептики в основном говорят о том что дальше невозможно построить бизнес модель и не удастся построить бизнес который сможет капитализироваться капитализировать интеллектуальную собственность это друзья тоже ближайшего времени процесс этот он идет и это уже не инженерная составляющая как я уже говорил а это уже право финансово правовая составляющая и соответственно я абсолютно уверен что она также имеет решение и юницкий сегодня двигая и выстраивая эту модель он четко понимает делает как это будет развиваться дальше и я абсолютно уверен что бизнес составляющая будет такой же удачной и такой же перспективный как и инженерно потому что все-таки основные вопросы на которые мы отвечали мы работали за эти там ну скажем почти пять лет это техническая составляющая это ответ на вопросы существует не существует возможно невозможно перспективно не перспективно все эти ответы сегодня есть дальше уже с этим материалом который создал инженер юницкий сегодня skyway идет дальше он уже начинает отвечать на следующие вопросы и это друзья уже следующий период который будет вот после инотранса и соответственно он требует новых подходов он требует нового переосмысления новых соответственно решений и дальше будем уже отвечать на эти вопросы и соответственно друзья по работе skyway капитала что наш фонд именно как венчурный крауд инвестинговый фонд набирает и набирает обороты соответственно мы выходим все на новые и новые именно группы стран то есть людей инвесторов мы несем информацию которая сегодня есть материалов для того чтобы показывать новичкам и говорить о том куда и как мы сегодня знаем и что такое собой представляет skyway уже все меньше и меньше именно с точки зрения мотивации и аргументации потому что сегодня любой здравомыслящий человек который набирает skyway он получает массу информации которая сегодня необходима и поэтому надо только делать определенные акценты и грамотно и аргументированно те кто в проекте делать аспекты на те делать акценты на те или иные нюансы проекта которые есть потому что в интернете конечно много и положительного и отрицательного и соответственно отзывов которые есть но сегодня если проанализировать общий фон который идет по соответственно skyway у это именно недоверие к финансовой юридической схеме а не к инженерной составляющей то есть все уже в один голос согласен ну хорошо технологии есть хотя друзья некоторое время назад и вы вспомните эти гаденыши из онлайнера они когда говорили что потемкинские деревни что картонные вещи что не существует со самой технологии юницкий там из года в год или там уже пять лет показывает показывает одно и то же сегодня друзья можно сказать что это абсолютная глупость потому что с той скоростью с которой находятся технические решения и они применяются я думаю без преувеличения можно сказать что ни одной другой компании в мире такой не существует потому что из доклада на экофесте вы слышали наверное когда он говорил на новый год только в стане новогодние праздники он пришел к концепции унивида то есть трассы толщиной в один палец в прямом смысле вот такой вот системы которая может перевозить тысячи десятки тысяч пассажиров в сутки и на на экофесте мы с вами видели уже не то что готовые прототипы а готовые к испытанию машины трасса которая находится в состоянии монтажа вот то есть да она не была приготовлена не смонтирована по независящим от конструкторского бюро причинам то есть как всегда друзья приходится работать со смежниками работать человеческий фактор но от реализации от идеи до чертежей реализации мы прошли точно такой же путь был и с не байком с юнибусом и сегодня юника который идет уже по легкой прогибающейся системе друзья это чудеса которых мы там еще год назад даже не могли предполагать соответственно на сегодняшний момент эти все вопросы решены с инженерной точки зрения как именно инженерная венчурная компания сегодня skyway и группа компании skyway и группа крауд инвестинговой системы именно инвест проводящая система она сегодня состоялась на все остальные друзья вопросы даст ответ только время и еще раз повторюсь что венчурность то есть высокая рискованность и соответственно непредсказуемость факторов которые могут повлиять на развитие проектов их к сожалению никто не отменял но как показывает практика решили все вопросы до сегодняшнего дня решим все вопросы которые будут стоять дальше ну вот друзья значит я на все вопросы ответил тут еще один к сожалению мирополис отключился это то что касается друзья лично меня я вы я хочу чтобы вы слышали это от меня и я эту информацию прокомментирую я буквально минуту остановлюсь на этом вопросе потому что весь мир открыт сегодня вся информация открыта особенно на последнем вебинаре который я проводил очень много тролли задавали мне вопросы по поводу банкротства которые открыты лично против меня как физического лица по распискам которые написаны две тысячи восьмом году я могу сказать что я одно время занимался серьезным банкротным бизнесом я возглавлял крупнейшую банкротную организацию и мы с директор боборин тогда был юристом в моей организации вот мы обанкротили более 30 тысяч предприятий всем миру поэтому это ну скажем так моя была работа отчасти и в тот период с рядом юридических компаний у меня возникли ряд расписок которые деньги не существовали по которым я должен был определенные обязательства перед определенными людьми спустя тоже очень странно спустя 12 лет эти расписки выплыли они левыми образами были просужены и выдвинуты мне как предъявленное погашение это довольно таки большие суммы те кто захочет посмотрит сегодня в курском суде идет судебное это разбирательство вот это абсолютное мошенничество со стороны таких бывших моих друзей и партнеров вот одно могу сказать чтобы все поставить на свои места что тот партнер и тот человек с которым у меня сегодня идут судебные тяжбы это игорь анатольевич третяков соответственно кто он такой и что сегодня происходит и как действует откройте в интернет посмотрите и то что сегодня происходит вокруг его юридической компании это вот абсолютное отображение того что происходило и происходит со мной поэтому сколько веревочки не висит вот так все равно она заканчивается таким образом поэтому я могу сказать что никакого отношения к skyway и к работе в skyway как это пытаются показать сегодня доброжелатели это нет это мои взаимоотношения именно юридические с моими бывшими юридическими партнерами которые в свою очередь сегодня находятся точно такой же ситуации как я только на другом на другом порядке поэтому как вы понимаете жизнь вот такая сложная сложная штука вот поэтому я думаю что я ответил на все вопросы эти юридические вопросы до конца года все будут сняты и все будут таким образом так по обратному все то есть здесь я специально этот блок поставил если какие-то будут вопросы возникать особенно вячеслав ты просто вырежи этим моментом если кто-то где-то из строя потом будут делать прям ссылку на этот вопрос чтобы я десять раз одно и то же не повторял и не пытались использовать это как аргумент против работы по skyway как аргумент против ну там какой-то недобросовестности менеджмента или людьми которые там занимаются фонде skyway то есть это вот единственная цель которую я преследовал чтобы прокомментировать вопросы все соответственно кто понимает о чем идет речь они соответственно выводы свои дела те кому это все равно для них можно соответственно не комментировать так по обратному выкупу давайте еще раз тогда чтобы не было уже никаких вопросов соответственно обратный выкуп может быть только тогда когда у соответственно у автора проекта у владельца интеллектуальной собственности будет прибыль для того чтобы выкупать обязательства которые выдавал прибыль может быть только с реализации адресных проектов то есть заказа на технологию которую мы с вами создали в этом году мы ожидаем первую такую прибыль поэтому абсолютно правомерно и абсолютно я бы сказал с точки зрения здравого смысла и перспектив который есть говорить о том что в этом году может начаться обратный выкуп по какой принципу он будет строиться на каких условиях друзья это все будет отрабатываться по ходу это все будет указано естественно что непростой процесс но соответственно это прибыль с адресных проектов намечается уже в этом году и я думаю что в этом году можем инженерам юницким как руководителям проекта начаться выкуп тех обязательств которые давались допустим там начале там 14 года в 15 году соответственно по мере того как будут разворачиваться заказы и количество прибыли это будет увеличиваться соответственно будет и меняться условия выкупа как очень много задавали вопросов что крипто направление которое есть это как еще один инструмент он всем интересно каких условиях мы договорились с арабами друзья я думаю что все это будет озвучено и все это будет сделано поэтому здесь эти все вопросы имеют ответ и соответственно здесь их можно задавать только юридической службе головной компании либо самому юницкому поэтому здесь друзья это уже понимаете практически конкретный бизнес и здесь может озвучиваться и доводиться только то что не вредит развитию потому что друзья как мы с вами говорили на первом этапе была основная задача это сохранить интеллектуальную собственность и не раскрыть ноу-хау преждевременно на сегодняшнем этапе бизнеса несколько другие приоритеты хотя те тоже остаются ну что друзья давайте я очень рад что после некоторого небольшого перерыва мы с вами дальше вступаем в такую плановую работу у нас есть много и много еще чего надо обсудить соответственно следующая среда у нас по плану как мы и договаривались как мы и с вами не мечали соответственно следующее у нас это уже получается будет 29 августа там останутся считанные дни до инотранса вот как как мы будем работать во время инотранса потому что весь состав чьего управления будет работать в берлине соответственно с нашими партнерами на стенде и не только на стенде а вообще на выставке в германии поэтому мы с вами посмотрим как то что я буду и алексей будут и масло будет володя ну и все все в берлине поэтому посмотрим как там вебинар который пойдет попадет на в среду когда будем берлине посмотрим как там сориентируемся но я думаю что перископ в этом случае будет выходить всегда я буду постоянно включать репортажи инстаграм и фейсбук также будет всех работать поэтому всю информацию с точки зрения доведения по инотрансу у вас будет вот ну а как это организационно сделать все увидим я могу сказать что так же как и освещение экофеста все будет в лучшем виде я думаю что все останутся довольны получат всю информацию которая вас интересует с точки зрения с точки зрения проект поэтому завершение хочу просто на такой ноте закончить вебинар что экофест прошел для меня лично как действительно очень большой праздник я встретился с огромнейшим количеством уже без преувеличения могу сказать друзей у меня сегодня друзей в десятках стран по всему миру и я очень рад что я практически не обладая никакими иностранным языком то есть только в ломаным ломаным корявым английским и не совсем чистым русским соответственно друзья общался много действительно с точки зрения и эмоций развития проекта обсуждали наметили большую конференцию во вьетнаме и сейчас она подтвердилась вот мы туда летим где будет почти сейчас уже подтвердилось больше 800 человек для первой конференции во вьетнаме это тоже друзья очень серьезно вся работа была вот ну поведена несколько этапов и вот завершающий этап на экофесте вот я могу сказать очень большое ну там такое человеческое спасибо особенно там нескольким людям которых я тоже уже знаю и в лицо и по именам которые были уже на всех трех экофестах которые приезжали с семьями которые действительно следят и болеют конечно друзья это очень приятно и лично я могу сказать что уехал с экофеста настолько и это не только моя эмоция это эмоция всех наших директоров skyway капитала всех членов правления все абсолютно потому что когда мы друзья увидели что мы с вами сделали с точки зрения техники что мы сделали с точки зрения соорганизации такого сообщества skyway вот это друзья конечно дорогого стоит потому что без преувеличения могу сказать что для белоруссии мероприятие на которой 37 стран со всех континентов а вы видели друзья у нас были все континенты представлены на экофесте вот соответственно это очень значимая конечно несколько улыбку вызывает о том что официальных сми официальных соответственно изданий официальных представителей властных структур не министерство транспорта не министерство иностранных дел их не было то есть это опять же специфика друзья и со постсоветского и белорусского менталитета что в любой другой стране не мероприятие на которой съезжаются люди со всего мира где показывается инновация которая представляет интерес для сотен тысяч миллионов людей которые уже в проекте сделать вид что ничего не происходит но друзья это мягко говоря забавно забавно поэтому будет ли юнистки в берлине но друзья я сто процентов говорить не могу будет ли юнистки в берлине но конечно я думаю что конечно да вот поэтому там будут и партнеры наши из эмиратов и партнеры с индии с индонезии швейцарии германии в общем будет очень много людей которые в проекте поэтому я думаю что ничего такого сверх естественного по каким причинам юницкий не присутствовал по моему произойти сегодня не может хотя друзья возможно в этом мире все поэтому будем надеяться что все сложится хорошо юницкий в этом году будет сам представлять стенд сам будет представлять свое детище сам будет представлять свою технологию соответственно у всех будет возможность это увидеть если не воочию то в прямом эфире поэтому друзья давайте для тех с кем встретимся с кем встретимся на и на трансе это будет еще один большой праздник и начинаем готовиться к кафе 119 года тут у меня уже злые вопросы на какие даты он намечается на что генеральный директор надежды косарев сказал что точно можно пока утверждать что он будет в 2019 году и скорее всего летом вот поэтому друзья как видите что огромное количество факторов которые влияют на дату проведения кафеста поэтому поэтому соответственно друзья до новых встреч до нового этапа развития ну и строй skyway спасай планету всего доброго друзья до новых встреч так вопросы наверно уже не будем отвечать на все вопросы ответил все я давайте тогда я отключаюсь всего доброго так так в контакте тоже всем как сказал с нами лучше дружить спасай планету это точно не приедет берлин про род хуга не могу сказать сейчас друзья будет ли он все-таки у него и возраст и здоровье вот поэтому сказать будет ли рот хук на инотрансе пока сказать не могу все друзья давайте до новых встреч всего доброго и